Демонстрационный вариант ЕГЭ 2016 года по математике – базовый уровень. Разбираем те задачи, которые незначительно отличаются от демонстрационного варианта 2015 года. На прямой отмечены точки P, Q, R и S. Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые этим точкам соответствуют. Попробуем оценить каждое из данных чисел. Начнем с логарифма. Логарифм числа 10 по основанию 2. Для того, чтобы сравнить данный логарифм с целыми числами, надо представить число, которое находится под знаком логарифма, то есть число 10, как 2 в какой-то степени. Для чего? Для того, чтобы оценить и сравнить данный логарифм с целым числом. Заметим, что меньше 10 есть такое число 8, которое можно представить как 2 в кубе. Так и запишем. То есть логарифм 10 по основанию 2 будет больше, чем логарифм 8 по основанию 2. И меньше, чем логарифм 16. Почему 16? Потому что 2 в кубе 8, а 2 в четвертой степени сразу дает нам число 16. Это значит, что справа запишем логарифм по основанию 2 числа 16. Далее. Да, кстати, почему данное двойное неравенство верно? Потому что логарифм по основанию 2 является возрастающей функцией. А значит, чем больше число под знаком логарифма, то есть 8, 10, 16, тем больше логарифм. То есть, поэтому логарифм 8 по основанию 2, естественно, меньше, чем логарифм 10 по основанию 2. Почему? Потому что 8 меньше 10, а 10 больше 8. Ну и 16 больше 10, а значит и логарифм по основанию 2 числа 10 меньше, чем логарифм по основанию 2 числа 16. Таким образом, данное двойное неравенство верно. Теперь попробуем вычислить каждый из данных логарифма, вот слева и справа. Так как логарифм 8 по основанию 2 равен 3, кстати, почему 3? Потому что 8 это 2 в кубе. Мы можем записать вместо числа 8. И теперь число 3 можем вынести вперед перед знаком логарифма. Тогда у нас останется логарифм 2 по основанию 2. То есть, получается единица. То есть, в итоге у нас получается, что левый логарифм равен 3, а правый логарифм равен 4. Таким образом, мы получаем следующее неравенство. То есть, логарифм 10 по основанию 2 будет больше 3. Почему? Потому что вот этот логарифм равен 3. 8 это 2 в кубе, тройку вперед, получается 3. Но меньше 4. Таким образом, данное число, которое равно логарифму 10 по основанию 2, находится между числами 3 и 4. У нас только одно такое число, которое соответствует точке r. Точка r находится между точками 3 и 4. А значит, точка r соответствует данному логарифму. То есть, точка r, можно сразу это записать. То есть, точка r это и есть наш логарифм. Вот здесь я запишу. То есть, r соответствует логарифму 10 по основанию 2. То есть, получается у нас 10, то есть, точка r соответствует... Так, логарифм это число 1 под номером 1. То есть, число 1, логарифм это число 1. Значит, r соответствует логарифму, значит, номер 1. Далее. Теперь переходим к следующему числу. Это 7 третьих. И попробуем разобраться с ним. Что такое 7 третьих? 7 третьих. Выделим целую часть. 7 делим на 3. Берем по 2. 2х3 6 в остатке 1. То есть, получается 2 целых 1 треть. Значит, это число немного больше, чем число 2. Смотрим. Вот у нас точка q, которая больше 2, но меньше 3. То есть, больше 2. Это 2 целых 1 треть. Это значит, что точка q соответствует число 7 третьих. Так и запишем. То есть, точка q это 7 третьих. Смотрим. 7 третьих находится под номером 2. Значит, точки q соответствуют номер 2. Так и запишем. q это 2. Далее. Следующее число. Это корень из 26. Корень квадратный из 26. Корень квадратный из 26 будет больше, чем корень квадратный из 25. Почему? Потому что если подкоренное выражение меньше, значит и сам корень меньше. А если подкоренное больше, значит и корень больше. Получается тогда, корень из 25 это 5. Следовательно, корень из 26 будет больше 5. Смотрим. У нас только одна точка, которая больше 5. Это s. s больше 5. А значит, точки s соответствуют корень из 26. То есть, точки s соответствуют корень из 26. Корень из 26 находится под номером 3. Значит, точки s соответствуют номер 3. Точки s соответствуют номер 3. Ну, здесь уже понятно, остается номер 1. Мы можем сразу вписать 4. Но на всякий случай проверим. То есть, еще проверим данное число. 0,6 в минус первой степени. Что это такое? 0,6 в минус первой степени. Равно. 0,6 можно записать как 6 десятых. И все это в минус первой степени. Сократить на 2. Можно дробь. Числитель и знаменатель делим на 2. Получается 3 пятых. 3 пятых в минус первой степени. Теперь, если мы дробь заменим на обратную дробь. То есть, поменяем числитель и знаменатель местами. То степень изменит свой знак на противоположный. Была минус первая, станет первая. То есть, мы записываем обратную, или иногда говорят перевернутую, обратную дробь 5 третьих. И тогда уже здесь будет первая степень. Не минус первая, а первая. То есть, степень изменяет свой знак на противоположный. То есть, получается просто у нас число 5 третьих. 5 третьих. Выделяем целую часть. 5 делим на 3. Берем по одному. 1 из 3. Из 5 вычитаем 3. Будет об остатке 2. То есть, получается 1 целая и 2 третьих. Данное число находится между единицей и двойкой. Вот оно. И соответствует точке P. Таким образом, точке P соответствует ответ 0,6 в минус первой степени. Значит, номер 4. Получается, P это номер 4. Можно, в принципе, было и показать стрелочками. То есть, P это 4. Далее, Q это... Где у нас Q? Q это 2 у нас получилось. То есть, Q это 2. Вот у нас 2. Далее, R это 1. R это 1. Получается, вот так сюда сейчас. Так, сейчас зелененькая пошла. Вот так сделаем. R это 1. И S это 3. То есть, получается, S соответствует... Так, опять никто. S соответствует число 3. Итак, ответ 4, 2, 1, 3. В таблицу мы записали. Вот он наш ответ. Задача решена.